Всем привет ребята, с вами Джофф и это топ 10 самых главных нерфов Out of Tanks за всю историю нашей игры. Уже 4 года прошло с момента создания, но до сих пор самое главное событие в каждом патче это нерф наших любимых танков. Сколько раз мы ругали разработчиков, сколько раз мы крелись найти серба, шторма и лично их задушить за такие вот действия, за то что они убрали наш любимый танчик или понерфили его в полное и беспросветное говно. Но тем не менее каким-то образом и шторм и серб до сих пор живы. Наверное плохо нерфят они танчики, недостаточно убедительно. В любом случае ребята я предлагаю вам окунуться немножечко в историю Out of Tanks и посмотреть какие нерфы были самыми главными в нашей игре. Итак, топ 10 нерфов Out of Tanks только здесь и только сейчас. И на 10 месте у нас патч 0.6.4 и советская мощь Объект 704. Внимательно смотрим патч ноут. Максимальная скорость улучшена, на 10% уменьшен разброс. Прочность увеличена, точность орудия улучшена и время сведения тоже улучшено. Но почему же ребята я считаю это нерфом? Да потому что горизонтальный угол наведения орудия уменьшен до 11 градусов в каждую сторону. Вы ребята наверное этого не помните. Но когда-то давно, когда Объект 704 только ввели игру, у него были просто офигенные УГНы. Он просто мог наверное градусов на 25 или 35 поворачивать пушку в каждую сторону. И ребята, нередки были случаи в рендоме, когда из-за угла сначала выезжает пушка Объекта, а уже только потом весь его корпус. Но потом разработчики увидели все это дело и решили понерфить УГНы. С тех пор они у Объекта обычные, как у других ПТ. На 9 месте у нас свеженький плод, который вот созрел совсем недавно. Это М18 Хеллкэт. Я не буду перечислять весь список ребята, я просто скажу, что очень сильно в нынешнем патче этот танчик понерфили. Но ребята, давайте будем честны. Хеллкэт был имбой. Бедненькие квасоводы пачками кололись, но продолжали погибать под снарядами Хеллкэта. А все почему? Потому что у Хеллкэта была скорость, мощная пушка и хороший обзор. Владельцы квасов его просто не видели в кустах, а он тем временем набивал и набивал урон. Что из него сделали сейчас разрабы, мне даже сложно представить. Потому что я прокатился один раз на тестовом сервере и больше не пробовал. Просто чтобы не печалиться. Поэтому М18 Хеллкэт занимает у нас 9 место в хит-параде самых ужасных нерфов в мире танков. На 8 месте ребята у нас американский тяжелый танк 10 уровня Т-30. Да-да, я не ошибся. Для тех кто не в курсе, когда-то ребята 30-ка была не потаса у 9 уровня, а тяжелым танком 10 уровня. Это было еще в те времена ребята, когда Т-34 был не премом американским, а тяжелым танком 9 уровня. В те времена Т-30 нагибал просто нещадно, потому что в свое время 30-ка была первым танком на 10 уровне, у которого появился дрын 150 мм. И конечно владельцы из семьи маусов просто не были готовы к такому повороту. Разработчики посмотрели на это дело и решили этот танчик жестоко понерфить. Снижение максимальной скорости, снижение мощности двигателя, снижение перезарядки, стабилизации и точности орудия. После такого нерфа 30-ка уже не была такой имбой и ее практически перестали катать имбоводы. А еще через некоторое время ее перевели в потасау и ввели Т110Е5. Вот и сказочке конец, а кто слушал удалец. Ну а на седьмом месте ребята у нас патч 0.72 и нерф двух французских СТ, Батчата и Лоррейна. Если вам кажется, что сейчас Батчат это имба, то вы его просто не знали 2 года назад. Тогда у него было больше хп, лучше у Вейны и самое главное он был точным. Сейчас к сожалению он косой, но при этом все равно опасный. Ну а что касается ребята Лорки, то когда-то она действительно была просто машиной нагиба. Сейчас на мой взгляд это один из самых убогих средних танков 9 уровня. Но когда-то, когда ее только вели, она летала как молния, стреляла как Зевс и танковала как кусок картона. Но при этом была просто офигенной. Но потом к сожалению ее понерфили и превратили в кусок дерьма. И сейчас ребята, когда я вижу в рендоме за свою команду Лоррейна, я понимаю, что скорее всего этот игрок сольется в первые минуты боя. На шестом месте ребята у нас весьма и весьма печальное событие. Я не буду шутить и не буду откалывать какие-то неуместные приколы. Потому что в патче 0.8.7 танк Т-52 был заменен на кусок дерьма под названием МТ-25. Который, благодаря ухудшенной маневренности и проходимости, убил топовый свет СССР до патча 0.9.3 и ввода ЛББТ. Это ребята было весьма печальное событие и оно наверное было самым громким из всех удалений танков из нашей игры. Он был настоящим и единственным полноценным светляком World of Tanks. Но разработчикам показалось, что он не историчный и надо его убрать. Давайте ребята почтим светлую память Т-52 минутой молчания. Это был прекрасный танк. На пятом месте в топе главных нерфов World of Tanks у нас ребята нерф топовых потаса у нашей игры, который произошел совсем недавно. Я думаю вы его прекрасно помните. Была понерфлена Вафля, был понерфлен Объект-268 и был понерфлен ФОЧ-155. Что тут сказать? Как по мне, это был вполне закономерный и ожидаемый нерф. Потому что после того, как осенью с поля боя практически исчезла артиллерия и она перестала быть такой грозной силой, в кусты повылазили многочисленные потасау, которые по сути своей были не 10 уровня, а 10 с половиной. Почему ребята так вышло, я уже вам рассказывал в своем видео топ 10 самых главных апов World of Tanks. Все из-за того, что когда-то разработчики апнули ПТ 9 уровня, а потом об этом забыли и решили по этим характеристикам делать ПТ-САУ 10 уровня. И из-за того, что была куча арты, они просто не замечали, что ПТ на самом деле очень сильно переапаны. В общем, ПТ понерфили и я считаю, что это справедливо. А вы как думаете? На четвертом месте у нас патч 0.8.6 и нерф голдовых фугасов у многочисленных танков. Самые главные из которых это ВК-2801, он же Толстопарт, это Мчазевы, это Анус Пантера, Хетцер, плюс конечно же, любимец публики Шерман. Вы ребята, конечно, помните, как Шерман и Толстопарт карали всех своими голдовыми фугасами и сносили по 400 урона. Это было очень сладко. Но в какой-то момент разработчикам надоело это латентное педобирство и они отняли высокий пробой. Да и вообще, где это видано, чтобы легкий танк пятого уровня сносил за один выстрел по 400 хп. Согласитесь, было это немножечко имбалансно. А что вы думаете по этому поводу? Ну и наконец-то мы подошли к тройке лидеров. На третьем месте у нас патч 0.6.2, в котором очень жестко были понерфлены фугасы. Многие из вас, дорогие зрители, этого не помнят, но я вам расскажу одну историю. Помню я один свой бой на И-7, когда его только-только выкачал. Было это давным-давно, в 2010 году. Вот я выезжаю на И-7 на мураванку, становлюсь за холмами и начинаю танковать седьмых уровней. Да-да, в те времена седьмые уровни еще попадали к десяткам. Танкую-танкую, меня не пробивают ББшками и тут мне начинают ИСы первые в лоб стрелять фугасами. И очень быстро несколько танков седьмого уровня убивают меня фугасами. А все почему? А все потому, что когда-то фугасы наносили ровно 50% от указанного урона в характеристиках. То есть, если у ИСа первого урон фугасом где-то 500, то по ИСу седьмому он наносил 250 урона без пробития. Вот такие, ребята, были времена. Но потом, слава богу, разработчики это изменили и на урон фугаса начала влиять толщина брони плюс ее наклоны. И после этого фугасные снаряды уже перестали быть настолько смертельными. И разные танки седьмого уровня не смогли больше убивать в лоб десяток. Ну а на втором месте, ребята, у нас нерв артиллерии. Это, ребята, событие вы знаете все и без меня. Патч 0.8.6. Нерв артиллерии путем общего снижения точности у этого класса. Мы давно этого ждали и, наконец-то, разработчики прошлым летом это сделали. Но, увы, как по мне, ребята, этого недостаточно и арту надо дальше нерфить. Причем даже не нерфить, а перебалансировать путем уменьшения урона и увеличения точности и скорострельности. Об этом, ребята, я на самом деле могу сделать отдельное видео, где расскажу, как правильно нужно забалансить арту, чтобы она перестала так больно накидывать и перестала быть, простите, коричневым казино, которое то не попадает, а то попадает и с фулл дамагом. В общем, пацаны, прошлым летом нерв артиллерии, конечно, был главным событием и он взорвал немало пердаков у наших одноклеточных коллег по игре. Ну и кто же у нас образовался на первом месте? Какой нерв я считаю самым главным в Бодов Тэнкс? Какой нерв больше всего повлиял игру? И какой нерв, ребята, я считаю очень негативным для всего баланса в целом? Это, ребята, патч 0.8.5 и введение премиум снарядов за серебро. Несмотря на то, что вы сейчас удивились, поверьте мне, введение сербоголды это прямой и бесповоротный нерв брони. С патча 0.8.5 все бронированные тяжелые и средние и даже потасау в нашей игре начали очень сильно страдать. Я думаю, вы это знаете и без меня. Много раз мы просили разработчиков пересмотреть свое решение, но они все отказываются и отказываются. Тем временем, ребята, голда очень сильно ломает баланс и не дает возможности таким танкам, как ИС-7, Маус, Е100, нормально танковать и нормально отыгрывать свою роль на поле боя. Как по мне, ребята, введение сербоголды это очень большая ошибка, но, как я знаю, от нее, к сожалению, разработчики уже не откажутся. На этом, ребята, у меня все. Это был ТОП-10 самых главных нерфов от Theftanks. Если вам понравилась эта передача, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Плюс пишите, о чем еще вам рассказать в будущих выпусках ТОП-10. Предложения и всяческие комментарии только приветствуются. А на этом я закругляюсь. Всем спасибо, всем пока и поменьше вам нерфов и побольше апов. Чао, какао. Субтитры подогнал «Симон»